Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 октября 2016 года среда. По одному из старинных 36 день месяца божественного начала 7525 лета вторник. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Методы фальсификации культуры и искусства. Часть 7». И раз такая у нас тема, то, естественно, незаменимый автор с ведущей Феденко Леонид Григорьевич у нас присутствует в студии. Здравия, Леонид Григорьевич! Здравия, Алексей! Здравия, уважаемые радиослушатели! Настрой боевой. А раз так, значит, поехали. Итак, седьмая часть. Это уже, как написал Василий Васильевич и озвучил в своем выступлении в «Столе заказов». Есть такая у нас передача, которая, кто еще не знает, выходит по пятницам в 12 часов и повторяется в 20 часов по Москве. И в 3 часа ночи для тех, кто на Дальнем Востоке. Вот как раз сказала. Это уже обязывает, это уже целый сериал у нас получается. Чем сегодня порадуете? Ну, чтобы долго не говорить, давайте сразу, как говорится, и начнем. И тогда станет понятно, чем будем радовать, да? Да, чем будем радовать. То есть, я, когда думал о теме сегодняшней передачи, вспомнил одну вещь. Что где-то лет 10 тому назад искал я в интернете по своим, так сказать, рабочим делам необходимую мне информацию по профессии. И вот среди, значит, документов, которые я искал, вдруг мне, значит, попался один интересный документ. Вот, значит, вот если вы откроете первый рисунок, то увидите, там написано «The best software writing-1», значит, написано, значит, «Джоэль с польски». Я сейчас поясню, Лен Григорьевич, надо пояснить, что сейчас Василий Васильевич будет сбрасывать сюда, в наш чат, чат Народославского радио, фотографии, ссылки на них. И тогда можно будет эти фотографии смотреть. Василий Васильевич, пожалуйста, начинай сбрасывать, потому что ты тут увлекся, напоминаешь, как задавать правильные вопросы, но еще не забывай, что надо еще и фотографии сюда вставлять, это так я напоминаю. Итак, на первой фотографии, которую сейчас Василий Васильевич спросит. На первой фотографии титульный лист. И это вот, значит, я искал себе нужную статью, да, и вдруг, значит, среди поиска, значит, как обычно, появилась вот такая статья, значит, «Лучшее программное обеспечение» и автор с польский. И, значит, оформлена она, сейчас у Вас, когда Вы откроете, Вы видите, так сказать, в традиционном средневековом стиле. И я сразу подумал, вот какой продвинутый автор-то, использует все, как говорится, маркетинговые новейшие технологии. Берет, значит, средневековый документ, вставляет туда в середину название своего, значит, опуса, фамилию, и реклама обеспечена. Ну, это было, как я уже говорил, лет десять тому назад, значит, и спустя некоторое время, значит, я эту, значит, картинку посмотрел повнимательнее. Ну, сделал ее в хорошем разрешении, и через некоторое время нашел, значит, можно же делать поиск по картинке, да, И нашел статью. Оказалось, таких, значит, во-первых, картинок таких много, и если Вы откроете, значит, вторую, второй рисунок и третий, это практически, они точно такие же, как и первый рисунок, только отличие в том, что вот в середине как раз вставлено название на латыни, и внизу добавлено, значит, какой издатель, кто такой издатель и так далее. А картинка одна и та же. И вот, как оказалось, когда я порылся в интернете, нашел статью одного француза, где-то он французский историк, который написал эту статью, боюсь соврать, по-моему, в 2006 году. И он, значит, в этой статье разбирает следующие вещи. То есть, он заметил, что, это я вкратце, чтобы не пересказывать всю статью этого автора, он заметил, что, значит, вот в 16 веке в Англии, и называется его статья, приблизительно так, что «Титульный лист и греческая наука в Англии в 16 веке». И он заметил, что, значит, в Англии очень много издается, значит, книг, которые пропагандируют древнегреческих ученых вообще, древнегреческих философов и прочее. И он, естественно, в своей статье, в этой исторической, поскольку он историк там по профессии, он дает комментарии как раз по этому титульному листу. Так вот, сейчас мы посмотрим внимательно на этот лист, да, вы, пожалуйста, постарайтесь увеличить его, а у меня на компьютере он увеличен, поэтому я очень детально вижу, что на нем нарисовано. И, значит, сначала коротко расскажу, потому что он достаточно длинный, комментарий самого автора, а потом дам свой комментарий к этому титульному листу. Так вот, на этом титульном листе он пишет, это сейчас то, что пишет, значит, французский историк, что, значит, титульный лист «Греческая наука в Англии в 16 веке». Он пишет, что в 1559 году на троне в Англии, значит, появляется Элизетта I. И в это время одновременно была опубликована в Лондоне космография. Вот как раз космография, я этот рисунок космографии не привожу, потому что он по качеству более хуже, но, как я уже сказал ранее, он ничем не отличается от того, который вы видите, только в середине там просто написано «космография». А на этом рисунке, который я сейчас буду комментировать, у меня написано, что это, я смотрю, третий рисунок, это, значит, комментарий, какой-то документ, касающийся музыки. И, опять же, касается, значит, древних греков. Так вот, на этом рисунке автор говорит, француз, на замечательном титульном листе были представлены шесть астрономов и греческих географов, и дисциплины. Автор сообщает, что разные издатели книг, конкретно в Базиле, это Швейцария, в Париже Франция и Лондон, Англия, знаете, очень разные издатели соперничали между собой и, значит, пытались наводнить прекрасными изданиями древнегреческих авторов эти страны. Время как раз идет, видите, 1550 год, середина 16 века. И что он там, значит, показывает? Что там на этом титульном листе на гравюре, значит, нарисованы, значит, внизу, он идет снизу, я пойду, как у него, значит, внизу посередине Меркурий, с правой стороны от него, значит, он сидит в окружении, значит, созвездий Дева, а рядом Близнецы. Дальше поднимаюсь с левого низа вверх, арифметика, значит, потом геометрия, образы арифметики, геометрии, аллегорические, то есть образы, да, понимаете. Далее поднимаемся Гепарх, это конкретно там грек, далее Аратус тоже грек, потом Птолемей в короне, потом, значит, Маринус тоже, одной рукой, значит, он на глобусе циркуль держит, а второй указывает на карту, которую Страбон, географ, значит, на которой что-то рисует географ Страбон, затем, значит, он полибуса там, опять же греческого, значит, который с помощью измерительного инструмента, который используется на Земле, как-то оценивает расстояние, глядя на комету, хвост кометы, который там рядом виден, и, значит, дальше, ниже полибуса астрономия и, значит, музыка. А, значит, вверху автор пишет следующее, вы видите, там таких первая, как бы арка, да, круглая. Сейчас я вам процитирую, что он пишет. В центре, значит, в верхней арке, посередине, значит, символ времени, крылатая фигура сатира с косой. Перед ним шествует ребенок. Эта картина удивляет взрослого и бородатого старика, опирающего на свою трость. Дальше арка с левой стороны полукруглая, на левой стороне показан, значит, король, который лежит, значит, так, полулежит, с ореолом лучей вокруг головы, с ребенком, у которого тоже ореол лучей, он держит символ солнца, у него ног лежит лев. Асимметрично с правой стороны мужчина и голая женщина, также с окруженным ореолом головой в свете восходящей луны. Женщина держит символ луны одной рукой, а другой обнимает рака или скорпиона. Значит, и тут он в комментарии ссылается на астрологов, на астрологи, но эти комментарии не очень интересны, поэтому смысл понятен, что он описал. И внизу он добавляет, этот титульный лист явно не подписан. Мы можем видеть только инициалы по-английски IB и плюс F, это большие буквы, снизу, слева от картины, и вы на самом деле, если увеличите, эти инициалы можете увидеть. Они как раз в самом низу, под надпись, где арифметика написана, и там как раз эти два инициала. По этому поводу автор пишет, что IB плюс F, это означает, что предполагает сотрудничество между двумя художниками. Вот такой короткий комментарий. Так сказать, я, вернее, он там длинный, я его просто... и нудный, и чтобы сократить время, я коротко описал, что там написано. Причем там написано с точки зрения наукообразия, там как положено, значит, дает он ссылки на одних греков, на других греков, на еще какие-нибудь мифы и прочее. Вот. А теперь, значит, давайте посмотрим еще раз внимательно на этот, значит, титульный лист, и я уже прокомментирую его сам. Вот. Как уже было сказано, да, есть там на титленном листе фигуры реальных персонажей и аллегорические. Ну, напомню для тех, кто не помнит, аллегория – это художественное представление идей или понятий посредством конкретного художественного образа. Она возникла, это так считает, значит, современная наука, на почве мифологии, нашла отражение в фольклоре и получила свое развитие в изобразительном искусстве. Основным способом изображения аллегории является обобщение человеческих понятий. Представление раскрывается в разных образах, поведении животных, растений, мифологических и сказочных персонажей, неживых предметах, которое получает переносное значение. Ну, пример вам всем известный, например, эллифемида – это женщина с весами. И еще интересный, значит, комментарий дают, так сказать, ученые, которые пишут об аллегории. Аллегория соответствует богатому образом и способу представления восточных народов и занимает в искусстве Востока видное место. Именно на Востоке. А напротив, она чужда грекам, а мы осматриваем как раз греческий документ, причудной идеализации их богов, понимаемых и воображаемых в виде живых личностей. То есть, греки, якобы, вот, им чужда аллегория, и, значит, у них были реальные, они не аллегорически все показывали, а в виде реальных идеальных богов, которых они воспринимали как живые личности. И еще интересное, так сказать, замечание пишут авторы. Аллегория появляется в Греции только в александрийские времена. То есть, во времена Александра Великого, так называемого, да, это где-то 320 или 300 год до нашей эры. Когда прекратилось якобы естественное образование мифов и сделали заметным влияние восточных представлений. То есть, Александр Македонский сходил на восток, до Индии дошел, и вот, значит, принес оттуда восточные представления, они стали влиять. Ну, а теперь, значит, давайте еще раз внимательно посмотрим, на какие детали совершенно не обратил автор, на которые предлагаю я вам обратить внимание. Вот, на первое, Птолемей, который, значит, в центре, и Маринус с правой стороны, Птолемей слева, Маринус справа, и они, значит, двумя руками касаются глобуса, глобуса Земли, причем у глобуса имеется наклон оси, а сверху, значит, наклоненного глобуса, у левой руки, рядом с, рука, значит, Толемея, там трехлистник, и он как раз расположен на северном нынешнем полюсе, то есть там, где находилась Таария. А мы уже на предыдущих передачах говорили, что трехлистник это ведический символ, и он означает ведическое понимание славян ариев о том, что понимание миропонимания, мировоззрения и символизирует три мира, мир Яви, Нави и Прави. Видите, как интересно, и отмечено на северном, это все на северном полюсе. Наклон показан, то есть автор имеет художники, которые себя засекретили под конкретными символами I, B и F плюс F, значит, имели понятие, видимо, читали славяно-арийские веды, а гравюра, напомню, значит, относится к 1550 году, то есть ее и раньше, чуть раньше, чуть позже, вот конкретно это издание, там внизу вы можете посмотреть, значит, рисунок второй, третий, там 1570 год, 1590 год, разные года, то есть середина 16-го столетия. И что мы уже на эту тему говорили в предыдущих эфирах, какое произошло событие, произошло в 1530 году, орды джунгара разрушили столицу славяно-арийской ведической империи Асгард-Ирийский, и теперь смотрим сверху на левую сторону, значит, как пишет автор француз, полуголый король сидит или не лежит с нимбом на голове в короне и держит в правой руке жезл, символ солнца, солнечный культ, и ребенок тоже видите, в лучах, и сам значит, как тот, кого называет автор королем позже, то есть авторы, художники или один художник, два гравюра эти, они представляли, что существовал и описывают, что существует солнечный культ, а с правой стороны они нарисовали обнаженную женщину, которая в левой руке держит тоже жезл, и на нем луна, и тоже, только цвет уже, видите, отраженный этих лучей, так вот, видите, здесь обнаженная женщина, она держит опять же жезл, и это как раз реально мужчина обнаженный, а она обнимает или рака, или скорпиона, как писал французский автор, то есть, видите, матриархат мы видим и представительница лунного культа, вспоминаем, что написано по этому поводу в Ведах, куда ходили наши предки, совершая два дровидских похода, ходили в древнюю Индию, в дровидию, с целью как раз и бороться с кем, с жрицами культа Калема, и здесь переходим теперь к центру, а в центре мы видим, значит, подарки, малыш идет, значит, за ним идет, как они говорят, сатир с крыльями и с косой, ну, они там символ вековой смерти, ведет он за руку голого мужчину, а за ним такой бородатый старик, как мы говорим, чешет репу с удивлением, и смысл думать, что же происходит, очень удивлен, глядя на всю эту картину, так вот, значит, современная наука называет подобных существ, которые изображены, так сказать, тут он крылатый, а вообще без крыльев, называется сатирами, сейчас я вам, значит, прочитаю, кто такие сатиры, как считают, значит, историки или культурологи, сатиры покрытые шерстью длинноволосые, бородатые, с копытами, козлинными или лошадиными, с лошадиными хвостами, с рожками или лошадиными ушами, однако торсы, голова у них человеческие, они задиристы, похотливы, наглые, преследуют нимф и минат, сатиры наделяются качествами диких существ, обладающих животными качествами, не задумываются о человеческих запретах и нормах морали. А с точки зрения, как пишут ученые, античных лексограмм, слово нимфа, поскольку сатиры, они, видите, они любят, значит, преследуют нимф и минат. Если вы, значит, откроете, значит, я сейчас скажу, какие рисунки, четвертый, это картина, пятый и шестая. Вот четвертый, пятый, шестая, значит, я сейчас эти картины прокомментирую. Четвертый, это картина Джекова Йорданса, значит, видите, сатир и люди, и он что-то там им рассказывает, они внимают. Дальше это пятый рисунок, это Рубенс, сатиры как раз, значит, похищают нимф. И шестой, это я привел фотографию, которую я сделал в Италии, там есть такая галерея уфици, я коротко так чуть-чуть говорил в предыдущих эфировах, они, это типа нашего Эрмитажа, и вот мне удалось там, хотя там фотография запрещена была, ну вот я щелкнул кусок потолка расписного, и вот на этом расписном потолке как раз и есть, присутствуют тоже и сатиры, если внимательно вы посмотрите потом шестую фотографию, и есть и живые люди, а есть сущности человеческие, в виде и детей, и женщин, и мужчин, и они как раз изображаются значит полуголый торс с крылышками, а внизу ног нет, такие как летающие существа, это сущности или души людей, то есть видите в изобразительном искусстве вот эти сюжеты, о которых мы сейчас говорим, имеют очень-очень широкое распространение, так вот вернемся значит к нимфам, по античным лексикографам слово нимфа означает внимание источник, символическое толкование как средоточие космических сил, это говорит философ Порфирий, сосредоточие космических сил, нимфы, когда нимфы воздействуют на человека, то якобы человека охватывают безумие. Он мог плясать так же иступленно, как нимфы или обретал их знания жизни и внимания, и казалось, что он видит сквозь землю, обретает их зрение и слух, понимает язык растений и птиц, и сатиры всегда пытаются похитить нимф. То есть нимфы это аллегорическое представление источника, а сатиры пытаются всегда похитить нимф на всех художественных изображениях. А теперь вспоминаем наши веды. Наши предки поместили в центр Мидгард земли источник жизни и написано в ведах как жизни источник всем силы дарует людям, богам и различным растениям. Что раскрывает он в сущности каждых? Какими дарами он жизнь наделяет? В богах раскрывает он сокрытые силы, людей наделяет согласно их мыслей. То есть мы уже говорили, что четыре расы во Вселенной, которые белая колонизировала Мидгард землю, потом как беженцы еще три расы привезли, но есть еще одна раса, раса серых существ, гермафродитов, которые являются космическими социальными паразитами. цель и задача которых и как раз похитить источник или узнать, где источник жизни и его похитить якобы. Согласно мифологии так называемого древних греков, где нимфы это источник, а сатиры пытаются похитить. сатиры выглядят вид нечеловеческий имеют. То есть все соответствует тому, что написано в наших ведах, в наших документах, которые якобы придумал Хиневич, как на суде оболгали Хиневича и запретили славяно-арийские веды. Такие вещи придумать нельзя. Так вот, гермафродиты, они хоть и близки к человеку, но тем не менее отличия у них очень существенные. И им, космическим паразитам, было достаточно сложно провернуть, как говорится, все дела в своем натуральном виде. Потому что, опять же, в ведах написано, что они могут быть аки-мужем, аки-жиной, и их внешний вид чересчур бросался в глаза. И даже никакой камуфляж не помогает. Вот это представление о серой расе как раз и дают эти два художника, которые нарисовали эту гравюру. А об этом же написано в славяно-арийских ведах. И видите, в центральной, значит, под центральной аркой изображение, где там нарисован сатир якобы, крылатый, а по земле рисуют, бегают крылатые с копытами, сатиры не крылатые, а с копытами, с рогами, и все остальное. Если вы посмотрите, поинтересуетесь, изобразительного материала на эту тему очень-очень много и художных произведений, и гравюр, всего, увидите, как там их изображают, их качество, это, можно на эту тему говорить, очень долгий разговор. Так вот, видите, художник, как раз, эти два художника, или один, очень хорошо все и преподносят. То есть, имеется ситуация, что в середину XVI века вспоминаем предыдущую переписку, о которой, значит, на одном из эфирей я говорил о переписке королевы Англии Елизаветы I с Иваном Грозным. То есть, там где-то 1570 год по Ильянскому календарю. Вспомните, в этой передаче говорилось о том, что Иван Грозный пишет грамоту и говорит, мы же какое-то дело с тобой должны были говорить и послали мы посла там, а, значит, посол твой не явился Янкин и никак ты не отвечаешь на все вопросы. Если проанализировать, что происходило в эти годы значит, в Англии, как там менялась власть и связать это с этим, с письмом Ивана Грозного и Елизавете I, то будет понятно, что происходит процесс резкого разрыва отношений Англии и Руси времен Ивана Грозного. И Англия выбирает четкий путь паразитического развития и дальнейшая вся история говорит о том, что она и стала сосредоточием наших доморощенных социальных паразитов и до сих пор является и вы знаете все олигархи и все остальные денежные мешки бегут куда? В Лондон. Вот так видите, как интересно раскрываются процессы происходящие и появляется связь из далекого пятисотлетнего прошлого, когда мы обсуждаем эту гравюру, пятьсот лет и современности. Еще один интересный момент. Вот в середине гравюры этой, где надпись по бокам есть две значит статуи значит с левой стороны и с правой. Их называют значит атлантами и кариатидами значит в архитектуре это общее название. И вот если вы откроете сейчас я скажу какой рисунок рисунок двенадцатый и тринадцатый то вы увидите что это примеры просто я привел два примера значит по этому поводу по поводу значит атлантов и кариатид есть разные версии у архитекторов у историков значит ну если почитайте кариатиды якобы это значит опять же все связано с древней Грецией что там захватили одно из племен из Пилпанеса оно воевало с персами по-моему и значит вошло в союз в итоге значит они греки победили потом они захватили это значит племя и они у них название было я вот не помню это племя там связано именно с креатидой это слово пошло в слово креатиды да и они их женщин захватили в рабство и эти гордые женщины значит после этого стали изображать в виде значит колонн и они несут тяжесть всего вот этого позора якобы но поскольку вы понимаете что древней Греции не было никогда все это значит оставили славяно-арийские племена которые пришли в Европу и принесли культуру об этом мы говорили на предыдущих эфирах и все достижения в архитектуре и значит культуре этрусков и пелазгов и других народов которые значит приносили эту культуру естественно они изображали совершенно иное то есть во-первых слово колонна да это опять же греческое да а по-русски это столб столб опора да и то есть они изображаются в виде опоры то есть это были иерархи которые всегда для наших людей простых людей были опорой на которых равнялись и славили богов и так далее это вы читаете славяно-арийские веды там все написано так вот видите все извращается все извращено не то что извращается извращено и переделано по древних греков и римлян и так далее и видите появляется даже как на рисунке тринадцатом даже вот такие столпы то есть сатир видите сатир и он так сказать столпом является а символика ясная то есть произошло как говорится переформатирование от значит ведической цивилизации перешли планета перешла к паразитизму который как раз и навязала серая космическая раса раса социальных паразитов космических так вот а тот рисунок который с правой стороны и с левой где культ солнца и культ лунный культ это как раз связано с тем что эти космические паразиты они не воплощались им как я уже говорил выше то есть они гермафродиты имели соотношающий облик их и не было возможности воплотиться поэтому они создали себе так сказать слуг местных на земле и стали действовать через них а действуют они через лунный культ так сказать чуть-чуть поподробнее так сказать коснусь лунного культа то есть вот после захода солнца на нашей Медгар-Земле вот существует качественный барьер наша планета Земля она состоит не так как считается современной науки что это материальное тело и все и там значит есть атмосфера статосфера и ионосфера и прочее имеется несколько уровней их всего всего значит с физическим семь и между каждым уровнем существует качественный барьер так вот там где находятся астральные паразиты поскольку они эти космические астральные паразиты они не могут воплотиться на Землю их сразу как говорится разоблачат по внешнему виду поэтому они создали слуг и стали через них действовать так вот они надействовали как раз на с помощью вот этого культа лунного культа и вот в чем так сказать какова технология то есть после захода солнца да вот этот качественный барьер он начинает постепенно уменьшается и достигает своего минимума между полночью и четырьмя часами утра и вот это как раз самое золотое время для активности темных сил и время их как раз максимальной силой поскольку максимально они воздействуют на и влияют эти астральные паразиты на своих посредников и поэтому вот вся активность их происходит приходится на ночное время и посмотрите все так сказать культы религиозные которые вуду и прочее которые исповедуют значит лунный культ как раз проходит у них все эти действия в ночное время то есть на активность темных сил воздействующим фактором влияющим является фаза луны при полнолунии толщина качественного барьера между уровнями становится минимально возможной и именно вот поэтому фазы луны имеют столь большое значение для них и везде этот лунный культ культ астральных паразитов является культом смерти они его и везде создавали и вот создавали они его и в древней Индии дровиде куда наши предки ходили потому что этот культ сопровождается человеческими жертвоприношениями и жертвоприношениями животных и ходили наши предки два раза в дровиде чтобы как раз эти маги женщины значит лидеры прекратили жертвоприношения так вот почему это так сказать жертвоприношения так важны потому что во время насильственной смерти с мучениями астральные паразиты получают очень мощный поток жизненной силы а они как раз и питаются этой жизненной силой и мало того они получают энергетик но они еще превращали сущность души этих жертв в рабов своих доноров жизненной силой и потенциал и вот поскольку они не могут воплощаться на физическом уровне поэтому они вот такой образ жизни и предпринимают и им как говорится и дела нет о том какая этика у людей и все прочее и что в мифах и отражено когда мы читали про сатеров и мир живых людей интересует представителей темных сил только потому что он является поставщиком для них необходимой пищи энергии жизни которые они сами когда теряют свое физическое тело они получить не могут потому что они не воплощаются вот и именно поэтому они этих кукловодов их не волнует что станет самими куклами которыми они руководят потому что в ведах же написано что происходило когда гибла очередная планета земля да то есть помните в ведах написано что людей они значит порабощают заставляют добывать значит недра а когда недра добыли все вывезли с планет дальше они фашеразрушитель бросают и уничтожают планеты поэтому и так сказать их пособники куклы не так сказать под таким сильным контролем находятся что даже не понимают и не задумываются на своей участью что они что их участь будет ничем лучше участи всех остальных если так сказать темные силы доведут свое дело до конца и вот как раз интересно что в учении культа калема черной матери которая в дровиде в древней Индии там на начальном уровне постижения этого учения объясняется что каждая из лунных фаз соответствует одному из ликов богини или деве или матери или старухе и чародейке то есть вот новая луна символизировала целомудренную деву а полная луна олицетворяла мать а луна в ущербе старуху а скрывшаяся во тьме луна уже представляла чародейку которую еще называли искусительницей иногда и вот таким образом получается что максимальную силу жрицы культа калема черной матери они получали именно во время лунных затмений когда качественный барьер вот между ними и их хозяинами астральными паразитами он исчезал практически полностью и поэтому лунные затмения как раз и наиболее почитаются в культе черной матери а теперь давайте перейдем да значит сейчас мы вернемся на рисунок сейчас я скажу какой секундочку вот пожалуйста откройте седьмой рисунок и потом восьмой вот седьмой рисунок это тоже я привожу образец значит такого же оформления такого же титульного листа тех же времен значит как раз середины или начала пятнадцатого века и тут как раз значит Сократ все значит древнегреческие великие значит если вы их скачаете вы посмотрите там значит нарисованы и увеличить особенно если увеличить то будет очень интересно вы увидите что все эти древнегреческие ученые одеты и кстати там великолепно вот на этом на седьмом рисунке великолепно художники отобразили там такие великолепные жанровые сцены значит там разные великие греки между собой общаются и и мимика и значит и жесты просто бесподобные и мало того они все изображены в средневековых одеждах самое интересное и вы нигде не найдете никаких древних греков которые там ходят в этих в коротких одеждах и прочее все что в пятнадцатом веке рисовалось и значит все рисовалось художниками именно в тех одеждах средневековья и только позднее об этом написали многие авторы что было создано много картин много было создано так сказать скульптурных изображений разных великих деятелей как значит греческих так и римских то есть создали подмену и вот эта подмена начала значит проходить сначала значит в Ватикане 1400 середина пятнадцатого века значит начало пятнадцатого века и вот когда значит разрушили Асгард и Рийский 1530 год был это дал мощнейший толчок и и стало Западную Европу как пишет автор француз который начал статьи усиленно Европа стала усиленно значит наполняться книгами и документами как я уже сказал три центра это Швейцария Базель значит Париж Франция и Лондон Англия потом значит значит Голландию еще центр образовался в Голландии и так далее то есть Западную Европу которая была дальше всего от значит Славяно-Арийской Ведической Империи ее стали насыщать именно вот этими документами то есть стали переписывать историю вот этот рисунок у нас седьмой да как раз я рекомендую его вам потом увеличить и посмотреть именно на предмет какие лица у древних греков и как они одеты а вот рисунок гравюра восьмой это тоже очередная значит гравюра и называется Авиценна да и значит она посвящена вот значит Авиценна великий медик как вы знаете да так вот что говорит значит об Авиценне допустим современная наука историческая зовут его Абу Али Хусейн Ибн Абдуллах Ибн Аль-Хасан Ибн Али Ибн Сина а на западе он известен как Авиценна вот пожалуйста откройте после восьмого рисунка я сделал три вот из этих рисунков которые по периметру этой гравюры существуют я взял три трех авторов там увеличил и сделал черно-белый рисунок чтобы четко было видно и вот 8.1 открываем это Авиценна подпись видите только что я вам прочитал как его звали Абн Ибн Ибн и так далее а в итоге где тут тюркское что тюркское вы видите в лице бородатой лице с усами челма то есть челма то есть вы знаете в челме это все ходили а он же из Бухары у нас же независимая Тартария там же и там все в челме ходили и все ханы ходили в челме летний головной убор и об этом уже давно Фоменко и Носовский давно написали что челма это никакой не индусский не прочее это наш головной убор который как раз к индусам пришел принесли и вы видите вот какой Авиценна а теперь откройте значит да я еще дочитаю вам до конца про Авиценну про Авиценну единственное известно что известны на западе как Авиценна Афшана близ Бухары и дата его рождения четко известна 16 августа 1980 года и смерти 18 июня 1037 года и пишут это средневековый персидский ученый философ и врач представителя восточного аристотелизма от слова Аристотель то есть он от греков все перенял и стал восточный видите какой маразм он был придворным врачом саманитских эмиров и дайлимитских султанов некоторое время был визерем или визерем в Хамадоне Хамадане это город такой всего он написал более 450 трудов в 29 областях науки из которых до нас дошли только 274 это самый известный влиятельный философ ученый средневекового исламского мира видите какие акценты сразу делаются исламский мир и персы и так далее и так далее а значит почему-то авиацена в Европе называют теперь следующий пожалуйста рисунок 9 переключите это Гиппократ читаю кто такой Гиппократ Гиппократ древнегреческое это Хиппократус родился около 460 видите уже около до нашей эры умер между 377 и 356 годами до нашей эры видите ничего уже ничего неизвестно знаменитый древнегреческий целитель и врач посмотрите древнегреческого целителя врача он очень типовой грек по внешности конкретный грек конкретный да правда вошел в историю как отец медицины интересный еще момент слушайте дальше с именем Гиппократа связано представление о высоком моральном облике и этике поведения врача ну это вы знаете что клятву Гиппократа дают все врачи когда диплом получают и она содержится на полагающем принципе которым должен руководствоврать в своей практической деятельности согласно легендам Гиппократ по отцу является потомком древнегреческого бога медицины Асклепия а по матери Геракла а если вы вспомните предыдущие эфиры в одном из них я как раз о древнем боге древнегреческом боге медицины Асклепии говорил не помню показывали в то время фотографии но говорил точно и там то же самое разбирали значит от кого он получал знания получал от скифов от воина скифа который был учеником и как раз и Геракла и так далее то есть видите все корешки сводятся в Грецию а реально это корешки все славяно-арийские теперь переключите пожалуйста на десятый рисунок а это Теофраст о нем мы тоже говорили в одном из эфиров когда рассматривали карты и помните такие были две мерзкие карты как дети раскрашат в детском саду и говорят там это остров Метеллини где там древние жили Сафа Поэтесса и Теофраст вот видите Теофраст древний грек опять же какой типовой древний грек с бородищей с усищами и в челме кто такой Теофраст читаем Теофраст по древнегречески родился опять около 370 до нашей эры умер между 288 и 285 ну видите стандартная система это древнегреческий философ естествоиспытатель теоретик музыки разносторонний ученый является наряду с Аристотелем основателем ботаники и географии растений благодаря исторической части своего учения о природе выступает как родоначальник истории философии особенно психологии и теории познания он учился у Платона а затем у Аристотеля и сделался его ближним другом так вот я уже говорил посмотрите рисунок предыдущий где все древние греки собраны в одном по периметру да увеличьте его и посмотрите как выглядит там Платон как выглядит Аристотель и в каких одеждах они нарисованы а теперь давайте сделаем короткий перерыв если можно двухминутный ну что ж нельзя как говорится все в наших силах ну что ж музыкальная пауза на Народо-Странском радио поскольку радио некоммерческое то в этом случае мы не используем каких-то коммерческих пауз у нас все паузы музыкальные или информационные вот и давайте немножечко послушаем хорошей музыки вы слушаете Народное Славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном Славянском радио напоминаю что сегодня по одному из современных календарей 26 октября 2016 года среда по одному из старинных 36 день месяца божественного начала 7525 лета вторник методы фальсификации культуры и искусства часть 7 такова тема сегодняшнего нашего эфира автор соведущий Феденко Леонид Григорьевич пожалуйста продолжаем продолжим пожалуйста еще раз вернитесь на восьмой рисунок это где общий вид Вицена вы видите по периметру все значит авторы якобы греческие ученые выдающиеся они на самом деле выдающиеся всех времен только не греческие а в середине вот как раз заставка написана Вицена да там текст по латыни портуды и в середине очень интересный рисуночек вот этот рисуночек я взял выделил вырезал увеличил его значит в объеме и вы его можете лицезреть на 11 11 рисунок середина он называется вот если вы его открыли вот сейчас мы внимательно его посмотрим видите автор гравюры которые про Вицену и про других значит про Гиппократа и Теофраста и остальных ученых значит писал видите какую вставочку в середине сделал она чисто ведическая вставочка вот сейчас мы ее и разберем центральной фигурой этой вставочки является в центре между буквами L английской или латинская и A мы видим трехлистник символ ведических символов миров Яви Нави и Прави а между по бокам в виде цветочка две свастики две свастичных символа цветочка одна правосторонняя другая левосторонняя а если вы вот к сожалению у вас вы не можете так увеличить как я увеличу этот рисунок я могу увеличить его многократно очень сильно то трехлистник он как бы опирается одной точкой мне трудно подобрать название аналогия такая два блина как у штанги один поменьше а другой побольше но эти блины а эти блины лежат на их держат ну в виде значит сосуд ли это не сосуд мне трудно значит сказать что это такое вот держат два значит две сущности то есть поторс голая да а нижняя часть это как раз виды сущности так сущность изображает которые я говорил вот приводил картину из из Италии роспись потолка где эти сущности и вот если мы эти два блина увеличим и посмотрим то они вы знаете с правой стороны и с левой не одинаковые с правой стороны и верхний и нижний большой блин и который повыше поменьше по диаметру поменьше он с правой стороны не поврежденные а с левой стороны и верхний и нижний повреждены и что-то там спускается на голову вот левому левой сущности которая держит эту вазу левому держателю держателю да но сложно понять что это такое и дальше заметьте этот эти сущности связаны там видите в правой где буква а и буква л там две головы что это за символы трудно понять да они оба в коронах а дальше из их головы выходит как раз то есть это понимаете это с моей точки зрения это вот головы они показывают серединный мир мир яви а вот дальше из головы выходят сущности и с правой и с левой стороны видите такие достаточно видимо старые сущности видно что убеленные не убеленные как бы сказать а ну можно сказать убеленные бородой да один и второе вторая сущность вот видите голый торс до пояса а дальше ног нет ничего это вот так рисовали сущности и у них на головах у этих сущностей типа венков а это не венки таким образом показывали количество наработанных тел сущности то есть 7 тел нарабатывают 7 у индусов это показано в виде змей кобр 7 кобр это символизирует по индусским представлениям они же все не поняли извратили что это финиш нирвана потолок развития а это вообще только 7 наработка 7 тел сущности это только нулевой космический уровень развития сущность может покинуть конкретную планету которой она привязана и видите эти две сущности в виде стариков держат руками и один и второй такую голову с двумя крылышками да которая как раз с центральным лепестком связана это как раз покажется правь иерархия богов иерархов вот это лицо голова и два крыла как раз и видите много-много гораздо больше на голове этой сущности этих лепестков чем у этих двух фигур стариков стоящих по бокам видите эта фигура связана видите как великолепно художник показал миры яви нави и прави и взаимосвязанные и символику раскрыл интересно что с одной стороны видите у этого у иерарха который связан так с прави лепестком прави ключ с одной стороны а со второй я не могу понять что это ну как это кисточка да типа кисточки или что-то такое но с левой стороны однозначно ключ верно да но и самое интересное что через трехлистник опять связывается с нижним миром да 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 нижние сущности с мирами с этими вот почему я говорю что трехлистник это символ взаимосвязанных миров яви нави и прави и наши предки это знали они примитивизм который дают современные религии ад и рай и и все так вот видите на опять же на титульном листе книги посвященной Авиценне человек художник который рисовал этот титульный лист опять же был образованный и имел представление о ведизме имел ведическое миропонимание так же как и тот один или два художника которые закодированы на первой гравюре под символами IB плюс F где который мы только что с вами обсуждали видите какие интересные вещи мы сегодня с вами раскопали по сравнению с тем что написал этот француз историк поскольку он славянно-рейский ведо не читает и у него древнегреческое как у всех историков и древнеримское образование ну а теперь пожалуйста переключите на 14 рисунок 14 14 14.1 14.2 14 рисунок это я фотографию сделанную в древнем Египте в древнем Египте извините оговорился уже с этими древней древницей Египтом в Египте это значит видите на обелиске да опять же дерево жизни оно и вниз там еще распространяется с правой стороны один трехлистник с левой другой и сверху еще один трехлистник как бы общий трехлистник из из трех и правь видите как помечено таким большим трехлистником да вот видите трехлистник венчал все обелиски это Египет следующий снимок 14.1 это тоже египетский обелиск который вывезли в это в Италию и видите опять же трехлистник и солнце солнечный солнечный культ видите и как видите трехлистник изображен с разных сторон смотришь и все время три листа ты будешь видеть а сверху присобачили вот этот крест ребята демократы греческие теперь 14.2 это тоже видите обелиск и здесь уже трехлистник видите как они переделали а сверху солнечный культ остался и сверху опять же переделали этот крест а на заднем плане купол собора святого Петра это Ватикан и сейчас мы с вами как я обычно делаю будем разбирать очередной фальсификат из Ватикана чтобы вы представляли какую лапшу паразиты нам вешают на уши и какую историю они нам создали значит вот это следующий рисунок 15 это я подобрал такую фотографию из сети которая достаточно близко подходит к сюжету к ватиканскому артефакту который мы сейчас с вами будем рассматривать на следующем рисунке извините да еще не следующем вот 16 рисунок откройте да это присяга гвардейцев Ватикана в Ватикане для чего значит внимательно посмотрите на эту одежду как они одеты какая у них форма вот эти ватиканские ребята говорится в их одежде помогут нам разоблачить фальсификацию которую сейчас мы с вами рассмотрим и 17 рисунок ватиканский артефакт этот артефакт я нашел на сайте библиотеки Ватикана в интернете о котором я в предыдущих эфирах говорил и называется этот артефакт я уже перевод вам буду читать который я сделал автор значит Гуэрра итальянец автор этой гравюры итальянец Гуэрра называется она шествие 1587 года видите как мы все в одном пласту времени находимся перед этим мы рассматривали те гравюры которые там сохранилось ведическое меропонимание да и мы переходим плавно я подвел к сайту Ватикана и посмотрим какие же артефакты древние той истории находятся у них и вот шествие 1587 года на гравюре вознаменование возведения креста на вершину обелиска Ватикана это вот те предыдущие фотографии и тот крест который мы только что рассмотрели значит какое описание на сайте Ватикана дается это же понимаете вот эта гравюра входит в число 200 самых как они говорят исторических фактов на которых вся их история зиждется вот рассмотрим очередной исторический их факт гравюра перевод читаю один из самых амбициозных проектов Сикста это папа Сикст ватиканский был в том чтобы переместить огромный обелиск Ватикана на нынешнее расположение перед собором Святого Петра хотя Микеланджело известный архитектор и художник знаете наверное отказался от этой задачи сказав что делать если он разрушится спросил он а Доминика Фонтана перенес его Доминика Фонтана это мой комментарий это итальянский инженер тех времен который построил в помпеях водопровод и кучу других вещей сделал короче самый продвинутый итальянский инженер тех времен и дальше официальная процессия которая сопровождала подъем обелиска Ватикана в 1587 году и экзорцизм и освещение отмечается здесь ну к слову экзорцизм вернемся чуть позднее то есть вот опять в стиле нейролингистическое программирование нам зачитали я еще раз прочитаю без комментариев чтобы вы услышали что пишется гравюра один из самых амбициозных проектов Сикста был в том чтобы переместить огромный обелиск Ватикана на нынешнее расположение перед собором Святого Петра хотя Микеланджело отказался от этой задачи что делать если он разрушится спросил он Доминика Фонтана перенес его официальная процессия которая сопровождала подъем обелиска Ватикана в 1587 году экзорцизм и освещение отмечается здесь то есть видите чисто лингвистическое неролингвистическое программирование и если не сделать вот этих комментариев то человек не знаю кто такой Сикст Микеланджело Доминика Фонтана и прочий экзорцизм ничего не поймет понимаете вот ему поставку приклеили программку вот эту в голову и все и хорошо если так сказать он будет перед этим рядом с курсоводом будет в музей идти и такую вещь скажут то тогда курсовод что-то прокомментирует но сейчас зато слова красивые да но слова вы видите какие и как говорили какой умный я ничего не понял да типа того да так вот рассмотрим очередной этот артефакт виртуальной выставки из Витекана в интернете и вот больше всего сейчас чтобы прежде всего смотреть я вот любуюсь картинкой 14.1 и просто в восторге от того как на макушке египетского обелиска стоит вот крест католический ну просто у меня слов нет да просто слов нет вот оторвать не могу взгляд как это красиво на голубом небе такой обелиск древнеегипетский и католический крест со всеми там дополнениями просто красота совершенно верно то есть он вписывается в картинку ну просто замечательно правда Алексей дальше у меня просто слов просто слов нет я смотрю все дальше мы сейчас будем смотреть вот эту картинку и у вас вообще сплошной восторге будет от этого выдающегося артефакта я прям предусмотрюсь в восхищении посмотрим на эту картинку опять же постарайтесь ее увеличить по максимуму потому что я на компьютере себе могу увеличить сколь угодно и перед этим я показал вам фотографию которую я нашел более-менее близкой которая показывает как раз это рисунок значит 15 вот это ракурс не такой то есть это на рисунке 15 там ракурс с точки зрения человека стоящего на земле а на гравюре видите как изображено как будто художник где-то воспарил на воздушном шаре и на все взирает сверху картину это такой стиль удобный для для того чтобы ну он применим в художественном творчестве но и очень удобен для фальсификации так вот видите общая картина мы видим этот обелиск там как раз вот этот крест о котором Алексей сейчас так благостно выразился водружен видите тень от креста от обелиска такая на заднем плане мы видим собор святого Петра вот а здесь в правом углу мы видим группу каких-то там прихожан разных разного возраста дети в разных позах значит которые кто-то молится один мужчина значит ребенку там показывает рукой туда на эту процессию и мы видим процессии идут значит представители церкви и так сказать окруженные гвардейцами из Ватикана которые несут эти секиры как их называют на плечах секиры ну типа алибарды что ли алибарды алибарды совершенно верно алибарды несут а видите с правой стороны полукольцо а слева не полукольцо а просто на лошадях опять же гвардейцы а здесь с пиками а с правой стороны мы видим даже пушки ну и на ступенях перед Ватиканом там группа прихожан разных мы их тоже рассмотрим и дальше в центре сам значит храм Святого Петра мы его тоже рассмотрим и по все остальное пространство гравюры заполнены такие виньетки красивые в левом углу герб по-моему папы Сикста вот этого который как раз и переносил и надписи на латыни значит комментария все все исписано и вот сейчас мы значит будем я-то могу увеличить все это и посмотреть детально а вам я облегчил задачу для рассмотрения переключите на 18 рисунок 18 рисунок вы видите вот это как раз кусок полукольца которая значит охраняет процессию она на лошадях видите якобы с пиками и стоит гвардеец ватиканский с алибардой такой длинный да а тут торчат значит куски пушек лафеты лафеты пушек и колесо чуть виднеется это просто я взял кусок этого значит этой гравюры вырезал и увеличил его сделал черно-белым для чего для того чтобы показать наглядно фальсификацию и как раз переключите 19 рисунок значит центральной фигуры вот этого рисунка который только что мы рассмотрели 18 я еще увеличил это ватиканский гвардеец вот теперь внимательно посмотрим его этого ватиканского гвардейца они сделали из этих из женской фигуры вот посмотрите внимательно присмотрелись вид сзади заметили она стоит женщина на коленях а вот ниже колен ноги то у нее так в сторону а видите фальсификаторы что сделали ни правой ноги нет ни левой с одной стороны воткнули типа шпагу какую-то и прерисовали якобы часть ноги а вторую правую ногу заменили алебардой якобы вот это вот все видно только при многократном увеличении черно-белом видите обнаженная женщина стоит на коленях из нее и сделали вот этого ватиканского гвардейца мазнули по голове и получился перья якобы у шлема по шее мазнули светом и тенью видите черным и образовался якобы черное и белое на груди доспех и все вот такими мазками сделали из женщины сделали ватиканского гвардейца а может быть там художник просто был абстракционизм он как-то так не задумывался о томкостях очень крутой так мазками изобразил что-то вот и все а там дальше додумываете а вот если вы посмотрите предыдущую значит номер сейчас я вам скажу какой 17 17 видите вот здесь тоже очень хорошо видно вообще-то в гвардии сейчас ватикана набирает солдат ростом не ниже 174 сантиметра это вот известное сейчас требование нам неизвестно конечно были ли такие подобные требования к росту во время папы Сикста V который вот как раз перемещал этот монумент история об этом умалчает но возможно поэтому мы видим что вот этим фактом ростом умело пользуются ватиканские художники видите гвардейец вот этот он великан по сравнению рядом нарисованы сидящие на лошадях он выше и лошади и выше этих понимаете так художник не рисует это вот видите это явный признак фальсификата то есть фигура на рисунке 18 фигура солибарда стоящего гвардейца Ватикана и по сравнению с лошадьми непропорционально велика в общем да как-то лошадки это пони лошадки маловатые да и седоки на них тоже и соответственно и седоки армия гномиков армия гномиков на лошадках Алексей вы очень удачные слова нашли сейчас продолжим так сказать рассмотр остальных гвардейц я рассказал что нам те гвардейцы Ватикана которые фотографию привел где они принимают присягу они сейчас как раз нам все помогут увидеть все фальсификации так вот еще раз все-таки чтобы было более понятно я еще раз прокомментирую 18 рисунок то есть вот вот этого ватиканского гвардейца большого художники ватиканские сделали с помощью святотени мазками вот так черным белые мазки то есть они наметили призрачные контуры рук мазнули по шее по талии и получились металлические доспехи пучок перьев там мазнули и превратился пучок перьев к несуществующему шлему а вот с ногами проблема да чтобы выйти потому что женщина стоит на коленях понимаете ноги надо прессовать вот ногу одну такую мазнули а это же опять же они кто фотошопом хоть раз занимался представляет там инструмент есть клонирование такой вот они берут часть тела значит чтобы она резко не удавалась они клонируют элементы вот такую ногу левую пририсовали а для того чтобы не было сомнений что нога воткнули там типа шпаги в землю и понимаете вот у человека сразу а ведь мы сейчас рассматриваем большой рисунок увеличенный да мы это видим а на гравюре которая так сказать искусственно состарена вы знаете что в фотошопе сделать старинные так сказать блеклые цвета и старинные это никаких проблем не составляет вы можете любую фотографию с помощью фотошопа которую вы сфотографировали сейчас сделать старинной нет никаких проблем не составляет а в правую ногу они видите вообще проблему решили просто еле-еле там что-то такое наметили якобы там алебарда вот видите какие изощренные хитрые но достаточно примитивные методы но за кого же людей-то принимают вы видите моделью является женщина но людей за людей принимают все нормально уже просто люди привыкли всему доверять а люди привыкли всему доверять ну да это нарисовано конечно это ватиканский гвардеец теперь пожалуйста переключим на рисунок двадцатый двадцатый а я сейчас его вам прокомментирую открою его побольше там как-то серым квадрат прямоугольником я вот серым прямоугольником специально серым прямоугольником выделил две фигуры и вот если бы вы могли увеличить так как увеличиваю я на компьютере то сразу видно что рядом с этой серыми двумя фигурами выделенным прямоугольником ниже идет якобы с алебардой этот гвардеец ну вы видите там вообще не разобрать в толпе не разобрать что за люди идут то есть так грамотно все сделали что ну видите ватиканские художники фотошопом умеют пользоваться для того чтобы пыль в глаза пустить а это вот две танцующие женщины а из них ну извините идет процессия да серьезное дело освещают а тут две какие-то женщины танцуют сбоку то есть ребята ватиканские художники взяли откуда-то или конкретная гравюра кусок гравюры да которая изображала там может быть война или не война или стрельба потому что с одной стороны такое каре из лошадей стоящих да с пиками да с другой стороны если слева вы посмотрите это я сейчас возвращаю к 17 рисунку если вы посмотрите то с правой стороны это каре стоящие из этих всадников с пиками готовых двинуться а с левой стороны такие же если увеличите всадники на лошадях то же самое и с пиками ну авторы гравюры считают фальсификаторы что это все эти гвардейцы ватикана сидят на лошадях а вполне возможно а слева еще там две кареты они вставили причем одна стоит поперек она якобы приехала а это не успевает вот только прискакали опоздали какие-то лиможи в каретах понимаете вот создается иллюзия действия а с правой стороны гравюры за этим каре и за значит огромным ватиканским гвардейцам вы видите стоит раз два три четыре пять шесть пушек и дальняя самая пушка которая ближе значит ну к стене да выстрелила ну не знаем меня еще больше нравится когда тени в разные стороны вроде бы солнышко одно тени в разные если смотреть слева процессия Алексей это замечательные уже детали это уже цирк это же цирк конечно то есть солнце светит так а тени у лошадок вперед у идущих чуть-чуть набок а у этого которые сзади идут последние двое у них одного чуть вперед у этого набок ну как-то прям непонятно что там а дальше там а тень причем а тень от обелиска падает вообще в свою сторону как замечательно мне нравится что ведущий Алексей сразу запомнил я начал как растение посмотрите тень обелиска это вот лакмус и Алексей сейчас очень грамотно видите вам прокомментировал то что он увидел но понимаете вот до этих нюансов мы еще как бы не дошли мы разбираем но он уже разобрал видите и нашел великолепные еще доказательства фальсификата молчу молчу нет я наоборот одобряю замечательный замечательный комментарий зато тень указывает на входные ворота самого дворца вот прям вот точно прям на центральную дверь да 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 и вот сейчас мы с вами от этой большой гравюры вы я не перемещаюсь я все время на ней нахожу смотрю а вы перейдите пожалуйста на значит рисунок а мы остановились на вот на первых треугольник двадцатый рисунок двадцатый да и вот здесь среди изображенных верных охранников папы видите я показал есть даже две танцующих женщины я как раз их выделил серым цветом и дальше у многих фигур которые там есть рук нет ног и понимаете тут уже кроме иронии ничего не остается то есть возможно художник ватиканский таким способом хотел подчеркнуть экзорцизм что у них нет рук ног может это какие-то эти бестелесные сущности нет это скорее всего папа принимает всех и коллег тоже там были воины вот вернулись люди рук нет ног а он всех принимает он пацифик он любит всех да принимается как версия а я почему нет я свою версию как выстраиваю я выстраиваю на основании их комментария НЛП они пишут официальная процессия которая сопровождает подъем обелиска ватиканов в 1587 году экзорцизм и освящение отмечается здесь так вот что такое экзорцизм экзорцизм это с католической католической традиции я покопался в литературе и нашел процедура изгнания бесов и других сверхъестественных существ и задержимого с помощью молитв обрядов определенной религии то есть понимаете вот как делают паразиты вот не нашли они этих солдат или вернее может использовали эту гравюру да танцующих этих женщин ну и решили это назвать что это так сказать изгнание вот они танцуют изгоняют каких-то там этих представьте вот они иногда они очень тонко подходят но выкручиваются такие изворотливые паразиты социальные в своих фальсификатах видите всякую ерунду всякую мелочь стараются притянуть для того чтобы только оправдать свою теорию их истории истории так вот теперь дальше значит пожалуйста переходим к дальнейшему рассмотрению перлов ватиканского художника 21 рисунок я вот видите это ватиканский этот салибарды ватиканский гвардеец я специально желтым цветом выделил вот найдите руки ноги ну левую руку можно представить да салибарды она связана видимо правой нету что это голова есть да то ли это женские женская грудь впереди то ли что вот я уже там видите желтым цветом так а теперь если 20 21-1 включите это черно-белый вот посмотрите это ватиканский гвардеец салибардой это дальний который стоит там у стены вот видите как фальсифицируют и как пудрят нам мозги теперь перейдем на 22-ой рисунок это пушкарь я бы назвал этот рисунок увеличенный видите опять же ватиканский гвардеец то ли он салибардой то ли видимо он скорее с факелом как и предыдущий там который коричневым цветом выглядел фитиль будет сейчас поджигать у пушки стрелять а теперь посмотрите где у него ноги и где у него правая рука вот так рисуют ватиканские художники ну не доучился чуть-чуть человек ну что приставать то умеет как рисует как умеет так и рисует пошло безногие как Алексей правильно сказал и безногих принимают кардиналы кардиналы принимают безногих гвардейцев всех подряд зато в каждом рисунке зато в каждом рисунке солнце а здесь а здесь даже не одно солнце здесь много солнца потому что тени у каждого свои вот так что нормально здесь в каждом рисунке солнце вот это 22 рисунок Теперь вы убедились, что те гвардейцы, которых мы посмотрели на рисунки в самом начале, где они принимают присягу На самом деле нам помогли немножко в разоблачении ватиканских гвардейцев, которых они изобразили на этой замечательной гравюре На фотографии это все гвардейцы с руками и ногами, все нормально Один даже два пальца показывает, что пальцы у него есть, все нормально Увеличить надо же, а так сделано все очень хитро и грамотно А теперь, пожалуйста, перейдем к следующему рисунку Это у нас рисунок 23 Разберемся с куполом собора Святого Петра Вот я его сейчас также на этом 23 рисунке выделил И сделал черно-белым И теперь давайте на него внимательно посмотрим Значит, я сделал изображение специально для вас черно-белым и увеличил И оказывается, открытие Если внимательно посмотрите Оказывается, по всему периметру купола в 1578 году стояли статуи Вы их можете наблюдать А вот если вы переключите на следующий рисунок 23, 24 Вот это я привожу фотографию Как реально Где стоят статуи на соборе Святого Петра И где всегда они стояли Как их воздвигли И что же на куполе Никаких там статуей близко нет Если кто-то не видел ни фотографий Не бывал там Я залезал на купол во время экскурсии Туда там экскурсия ведут и смотрел Вот Так вот Рассмотрим еще раз внимательно рисунок 23 Черно-белый увеличенный купол Не будем спешить, как говорится, с выводами, с этими статуями Посмотрим, что же еще Посмотрим на самый верх И оказывается, на самом верху статуя нарисовали, ребята Где крест? Вы представляете? И там, оказывается, была статуя Но, как показывает рисунок 24 Ничего этого нет И, к сожалению, история об этом факте Что кругом стояли вот эти статуи По периметру Которые стоят на фронтоне А на куполе они стояли Тоже в истории ничего не говорится Уважаемые читатели Извините, уважаемые слушатели Ничего об этом в истории не говорится Мало того, купол строили 50 лет И ничего за 50 лет Никаких, значит, движений в сторону постановки статуй Не сообщается Вот подставки, которые на колоннах держатся Ну, явно они для каких-то изваяний предназначены Вот уступики вот эти Да-да-да-да Но вот посмотрите, пожалуйста, 24 рисунок Еще раз внимательно Вот И переходим сразу к 25 рисунку А предварительно, пожалуйста, посчитайте Сколько ребер Ребра жесткости Видите, такие Купол разделен На полосками Которые как бы его укрепляют Ребра жесткости Вот их Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь штук Мы наблюдаем И, пожалуйста, переходим к следующему 25 рисунку И здесь Это я привел рисунок Собор Святого Петра По проекту Микель Анжела Бонаротти Который И тут разрезы Видите, этого купола И в плане И сверху И по-разному И вот как раз О чем речь идет Дело в том, что вот Купол разделен На 16 равных частей И вот на этом рисунке На проекте Микель Анжела Четко видно И вот этих вот Ребер жесткости Как раз их Восемь штук Можно видеть А теперь возвращаемся На 23 рисунок И начинаем считать Эти ребра жесткость Раз, два, три, четыре Пять, шесть, семь Восемь, девять Или девять Или десять Представляете как А сие Невозможно Это как бы Человек не хотел А так он увидеть Если только насквозь, конечно Не видит Увидеть он не может Понимаете Видите, как фальсификаторы Прокололись Художник он может быть На то и художник Чтобы не быть математиком Геометром Кем-то еще Если от слова худо Да, то я с вами полностью Вот он Это творческий полет мысли Творческий полет мысли Вот он и Долетел Статую нарисовал Видите, наверху На шпиле с крестом Статуи На этих Площадках удобных Как сказал Алексей Все пустые места заполнил И мало того Еще и девятый Этот Девятое ребро жесткости Нарисовал А у меня версия Он может быть хотел Больше статуй показать И поэтому Так вот Развернул чуть-чуть Купол В нашу сторону Вот ну Земный шар Раскручивают Так в карту Превращают в плоскость Вот Мы сразу одновременно Видим и Америку И Европу Развертку Развертку Человек А в данный Случай У нас художник Гравер Может видеть Не больше Восьми Ребер Купола Обычно Меньше Все зависит От угла Под которым Он видит Купол Рассматривает А ведь Дело в том Как я уже сказал Что вот Видите На чертеже Микеланджело Да Написано Показано Что Окружность барабана Разбита На 16 равных частей Ну а он Видите Художник Аж 10 Изобразил Ребер А количество Мало того Вот если вы вернете С 17 рисунку Опять Да Где Сама гравюра То Там центральный вход И Фасад Собора Да Там На этом фасаде Куча колонн Так вот Тех Колонн Которые там На гравюре Изображены В два раза больше Чем должно быть Реально А вот Четыре Главные колонны У входа На 17 рисунке Которые портик поддерживают Вот я могу их увеличить Очень четко И знаете Как они у меня В раскоряку делаются То есть они не вертикальные Вот так они нарисовали И для того Чтобы вот эта Не вертикальность Не бросалась в глаза Они взяли их Так розовым цветом Немножко подкрасили То есть Вот Рассчитано на что Человек не будет Как Алексей Тени рассматривает Да Не будет колонны считать Как Леонид Григорьевич И И статуи на фронтоне То есть человек посмотрит И да И скажет Какая красота Вообще И пойдет дальше А ему Очередной артефакт А ему на тебе еще Лапшички Да Говорят Вот это 200 самых Лучших артефактов На которых История наша И зиждется Вот Так вот Значит Переходим К следующему Факту Значит Мы еще не все До конца Тут разобрали Вот посмотрите На 17 рисунке Если Сейчас скажу Привязку дам Значит Вот У самой лестницы Да Видите Значит Где заканчивается Вот эта каре Конница С правой стороны Какая-то группа Ребят Непонятно что Мелким шрифтом Не видно А Вернее Надпись рядом С левой стороны Еще написана Мелким шрифтом Пустое место Заполнено А рядом С правой стороны Группа ребят Если увеличить То это Якобы Барабанщики Бьют в барабаны Понимаете Опять же Видимо Те же гвардейцы Ватикана Бьют в барабаны А если Мы сделаем Небольшие преобразования То есть Я сейчас Для вас Специально Выделил Этот кусок Этих барабанщиков Сделал их Увеличил И на рисунке Сейчас я вам скажу Каких Каком Двадцать шестой Двадцать шестой Двадцать шестой Двадцать шесть один Двадцать шесть два И двадцать шесть два То есть Я что сделал Вот был Сначала Двадцать шестой рисунок Я просто их Увеличил И Так же в том цвете Как гравюра была И оставил Видите Тут Воинов на лошадях Всадников Привласили В этих Барабанщиков Вот С левой стороны Сидит Всадник Да Одну ногу Ему оставили А вторая Нога Не видна Потому что Она За лошади Находится А лошадь На дыбы А нога лошади Одна Переходит В это В текст Который там Видите Специально написали Чтобы было легче Фальсифицировать А две ноги У лошади Из них сделали Нарисовали Из этих двух ног Вырос Еще один этот Гвардеец И так Это кентавр называется Да Правильно Лошадь Точно такой же кентавр Вот С правой стороны Самый крайний С барабаном Причем Он Почему-то Развернут От барабана А это Барабанный кентавр У него просто Круп Не лошадь А барабан Вот и все Фантазия Как раз Рисунок 26.1 Я сделал Черно-белым Это вся Мерзость Их Фальсификация Она сразу Бросается В глаза Потому что Контраст Здесь Все черно-белое Контрастное Все видно Вот А здесь 26.2 Я наоборот Видите Ослабил Яркость увеличил И контрастность Ослабил И все Вот эти все мерзости Сразу вылезают Наружу И Теперь Посмотрим еще На Одну Группу Значит Это Рисунок У нас Следующий 27 Это Сейчас я Привязку дам Если На 17 Рисунок Смотреть Да 17 Рисунок Привязка Значит Это Две Группы Сидящих Или молящихся Я не знаю Прихожан Которые Расположились На Площади Вот Сверху Сразу Спуска Лестницы Справа И с левой Стороны Ну Как будто Там две Группы Людей Сидит И наблюдает По Значит Видите Лестница Да Снизу Вверх А эти Две Группы Выделены На самом Верху Это Значит На площади Перед Дворцом И теперь Мы Следующий Рисунок Как раз Посмотрим 20 Какой у нас 27 1 Видите Я его Увеличил Это Якобы Молица Вы видите Что-нибудь там Можно разобрать И 27 2 Как Сказал Поэт Смешались В кучу Кони Люди Ничего Не разобрать Это Вот Когда Увеличиваешь Представляете Вот Какие Методы А Рисунок 27 Когда Это Все Это Сделано Все С помощью Света И Тени Я Просто Контуры Намечены Видите Как будто Сидят Там Люди На Коленях Или молятся Еще Что-то Такое Иллюзию Создают Вот Такую Общую Картину И Формируют Нам Ну При желании Вы можете Еще найти Много Других Ляпов Ватиканских Художников Вот Алексей Видите Нашел С тенями Еще Другие Можете Сами Покопаться Если Интересно Причем Только я В чате Тоже На это Обратили Внимание Замечательно Это Хорошо И Видите Вот Он Надел Ватиканских Художников Кучи Ляпов Но Тем не менее Великолепно Изобразил Герб Там Сверху Да Сделал Красивое Объемное Обрамление Гравюры Текстов Которые Пустые места Они все Заполнили Чтобы У зрителя Не было Лишних Вопросов И вот Значит Я там Когда ходил По Ватикану Я сделал Две фотографии Вернее Одну А я Эту фотографию Превратил В две Это Значит Будет У вас Двадцать восьмой Рисунок Да Это вот По залам Идешь Красиво Красиво И вот Видите На стене Фреско И Точно Такой же Сделан Нарисовал Художник Площадь Святого Перед Святым Петром Храмом И Значит Я вот Следующий Двадцать восьмой Двадцать восьмой Один рисунок Просто увеличил Его И Давайте Сейчас Сделаем Небольшой Перерыв Переварите Это Я попью Водички И Через минуту Опять Значит Перейдем Уже Заключению Ну что ж Ладно Делаем Небольшой Перерыв Короткий Ну Совсем Короткий Не получится Потому что Ну Хорошо Другая Другая Песня Была Задумана Сейчас Тогда Я Возьму Песню Покороче Вставлю Так Ладно Не ругайте Меня Так Как говорится Громко И нехорошими Словами В общем Две минуты Пауза Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напоминаю Что по одному Из современных Календарей 26 октября 2016 года Среда По одному Из старинок 36 день Месяца Божественного Начала 7525 Лета Вторник Методы фальсификации Культуры и искусства Часть 7 У нас звучит В эфире Автор Соведущий Фиденко Леонид Григорьевич Вопросы принимаем Из чата Напоминаю Я В эти вопросы Василий Васильевич К себе В чат Помещаю Для того Чтобы они у нас Были потом В конце передачи Озвучены Пожалуйста Продолжаем Спасибо за перерыв Как голос перед этим Сказал Чайку Я тоже налил себе Водички Попил А теперь продолжим Уже Финишную прямую Нашу Вот Как видите Вот эти две Гравюра И Для подтверждения Этой гравюры Видите У них же Системный Подход Они И там И там Мы уже об этом Говорили Да Когда рассматривали Помните карты Одна карта во Франции Другая в Ватикане Третья в Лондоне Четвертая Опять в Ватикане Куча других Гравюр Вот кто Книгу мою Почитал Там я привожу Еще Много примеров По поводу Значит Гравюр И где они Расположены Значит В разных Университетах То есть Фальсификатор Распространен Очень широко Так вот Вот Здесь связь Между вот этими Этой фреской Которая на стене В Ватикане Этого же дворца В таком же стиле Сделаны И Этой гравюры Которую мы только Что рассмотрели В чем здесь Связь то А дело в том Что Фальсификаторы В своих произведениях В кавычках Как я Считаю Причем Как я уже говорил Не только на выставке Ватикана А и в других Хранилищах мира Они часто Используют Обратную Перспективу Которая Это лично Мое мнение Была Специально Придумана То есть Обратная Перспектива Была специально Придумана Для того Чтобы Облегчить Фальсификацию Многих старинных Изображений Необходимым Им было Для написания Существующей истории Вот Чтобы доказать Своё предположение Или подкрепить Своё предположение Обратной Перспективе Дело в том Что Как таковой Её нет Если кто-то изучал Там Значит Реально Наш глаз Этого не видит Вот я вам Зачитаю Просто Выписку Из энциклопедии Не помню Обратная Линейная Перспектива Что это такое Вид перспективы Применяемых Византийской И древнерусской Живописи Смекнули Обратная Линейная Перспектива Которую Я сейчас Критикую И которую Мы Фальсификат Увидели А Я таких Примеров Могу привести Ещё Множество Это вид Перспективы Применяемой Византийской И древнерусской Живописи При которой Изображённые Предметы Представляются Увеличивающимися По мере Удаления От зрителя Картина Имеет Несколько Горизонтов И точек Зрения И другие Особенности При изображении В обратной Перспективе Предметы Расширяются При их Удалении От зрителя Словно Центр Схода Линии Находится Не на горизонте А внутри Самого Зрителя Обратная Перспектива Образует Целостное Символическое Пространство Видите как пишут Символическое Пространство Ориентированное На зрителя И предполагающее Его Духовную Связь С миром Символических Образов О как Обосновали Следовательно Обратная Перспектива Отвечает Задаче Воплощения Сверхчувственного Сакрального Содержания Взримой Но лишенной Материальности Конкретности Форме Далее Поскольку В обычных Условиях Человеческий Глаз Воспринимает Изображение В прямой А не В обратной Перспективе Феномен Обратной Перспективы Исследовался Многими Специалистами Среди Причин Ее Появления Самой Простой И очевидной До критиков Было Неумение Художников Изображать Мир Это первая Причина У них Вот Видит Художник Мир А Изобразить Его Каким Он Видит Не Может Изобразить Потому Такую Систему Перспективы Считали Ошибочным Приемом А Саму Перспективу Обратную Ложной Однако Такое Утверждение Не выдерживает Критики Обратная Перспектива Имеет Строгое Математическое Описание И Математически Равноценно Обратная Перспектива Возникла В поздне Античном И Средневековом Искусстве Миниатюра Икона Фреска Мозаика Где Она Возникла В западноевропейском И в Византийском Круге Стран Видите Как Замечательно Интерес К обратной Перспективе В теории Флоренский Известный Такой Автор И художественной Практики Возрос В 20 веке В связи с Возрождением Интереса К символизму И к Средневековому Художественному Наследию Вот Видите Как Здесь все Так сказать Оправдало Эту Обратную Перспективу Но тем не менее Я утверждаю Что она Придумана Специально И тут Правильно Написано Что она Математически Имеет Математическое Строгое Описание И математически Равноценное Дело в том Что если кто-то Интересовался Ну Я не знаю Молодое поколение Может и не знает Был Такой Академик Борис Васильевич Рошенбах Это Сподвижник Королева Значит Один из Главных Конструкторов Значит И он Когда Отошел От дел В практической Космонавтике В 90-х годах Прошлое Столетие Он Был человек Разносторонний И интересовался Разными Вопросами И вот В частности Интересовали Как раз Геометрия Картины Зрительное Восприятие Книга У него такая Была Я вот ее Читал И значит Вот в этой книге Он Касаясь вопросов Пространство Построения В живописи Писал Что человек Видит Не глазами А мозгом Вот Сейчас я процитирую Рошенбаха Цитата Следует напомнить Почти очевидное Человек Видит Не глазами А мозгом На более убедительный Пример Сновидение Видимые Во сне Картины Возникают Безо всякого Участия Глаз Глаз При Зрительном Восприятии Дает Важную Исходную Информацию Но Субъективное Пространство Зрительного Восприятия Строит Мозг Зрительное Восприятие Пространства Есть совместная Работа Системы Глаз Плюс Мозг А никак Не только Глаз Представляется Целесообразным Специально Подчеркнуть Что такие Понятия Как Видеть Видимый Образ Зрительное Восприятие И аналогичные Будут Далее Это он в книге Пишет Пониматься Только Как результаты Восприятия Сформированного Мозгом Зрительного Образа Условно Говоря Мозговой Картины А слово Ошибка Или Правильность Это Отклонение От этого Образа Или Совпадение С ним Вот это я Привел вам Цитату Академика Рушенбаха Из книги Геометрия Картины Зрительного Зрительного Восприятия И Рушенбах Хорошо Знал Математику Вот Они Расчетами Там Занимался Как раз Значит И Как раз С помощью Значит Дифференциальных Уравнений Он как раз И подтвердил Что вот Значит Обратная Перспектива Как и там Описано Что об этом В теории Флоренский Писал Короче Я этот Вопрос В свое время Читал И Разбирался С этим Поскольку Как бы Меня Эти вещи Интересовали С точки зрения Как раз Мозга Так вот Что я хочу Сказать Здесь По этому вопросу Вот Если Надо отметить Что Это правильное Положение Рушенбаха Но надо Еще и Заметить Что Рушенбах Основывался На существующем В науке Понимании Природы Зрения Которая Является Ошибочным Поэтому Вот Отдельное Его объяснение Касающе Зрительного Восприятия Там В книге Которую Он пишет Ошибочный Но Об этом Если говорить То это Надо говорить В другое время И в другом месте Как говорится То есть Это отдельный И долгий разговор А вот Впервые Правильное Понимание Природы Зрения Я прочитал На базе То есть Правильное Понимание Природы Зрения Я понял И Его Объяснил И дал Это Правильное Понимание Природы Зрения На базе На базе Своей Теории Неронародная Вселенная Дал Русский Ученый Николай Левашов И Читатель Может узнать Я Отсылаю Вас К его Книге Сущности Разум Там Значит Есть Глава Сейчас Я вам точно скажу Пятая По-моему Ссылочку Приготовил Да Глава пятая Она называется Том первый Сущности Разум Два тома Том первый Глава пятая Называется Глава Природа Памяти Кратковременная И долговременная Память Так вот По Левашову Что мы видим Согласно Теории Левашова Что мы видим Является Не отражением Реальности Как считается В современной наука А ее Воссозданием Воссоздается Реальность В виде Голографической Копии И процесс Воссоздания Мозгом Голографической Копии Коротко Можно представить Таким образом Отраженный От предмета Свет Падает На Светочувствительную Сетчатку Глаза И Нам же Говорят Что дальше Там На Значит Тловой части Картинка Появляется Да Ход лучей И так далее К чему в школе Учит А реально Отраженный От предмета Свет Свет Падает на Светочувствительную Сетчатку Грубо говоря Интерфекционная Картина Вот вы Знаете Так сказать Это фазовая Запись Изображения Первичные Материи А их наука Называет Темная Материя Даг Метта Которые Движутся Между физическим Эфирным Астральным И другими Уровыми Там потоки Материи Все время Идут И они Когда попадают На фазовую Эту запись Изображения На другом уровне Они воспроизводят Изображение Реальности То есть Таким образом Мозг Создает Голограмму Реальности Вот это Точно Такой же Принцип Как Монохроматический Свет Создает Голограмму Предмета Вот Мозг Работает Как Лазер Понимаете Вот Если бы Кто-то Изучал Лазер И голографию То Сразу Разберется И поймет То есть Наш мозг Воссоздает Тождественную Голографическую Копию Реальности И вот Таким образом Воссозданная Мозгом Голографическая Копия Полностью Совмещается С самой Реальностью И это Нам позволяет Ориентироваться В окружающем Нас мире И еще Вот один Важный Момент Николай Левашов Объясняет Что физический Мозг Физический Мозг Который У нас В голове В коробке Он является Только Инструментом С помощью Которого Осуществляется Запись Информации Потому что Видите Ученые Ищут Ищут Где же Эта сама Информация Хранится Ищут Ищут Одни слабые Сигналы В мозге Занимается Исследованием Просто я Профессионально В своей жизни И долгий срок Занимался Разработкой Полупродниковой Памяти Конкретной Я представляю Как это Организовано В железе И В других Вещах Понимаете То есть Я Достаточно Большой Объем И кое-что С товарищами Сделали Впервые В мире Я Не хвастаюсь Просто Для Для Сведения Так вот Понимаете Кратковременная И долговременная Память Вот Там Хорошо Описано А Наша Наука Медицинские Светила И все Прочее И Ученые Которые Занимаются Не знают Этого А уже Есть Уже Есть Научный Труд Где это Все Описано И Подтверждений Огромное Количество Находят На мышах Они На чем Сейчас Находят Не находят Сейчас Сделали Последнее Время Я читал Сделали Томографический Полностью Томографический Атлас Мозга Вот Последнее Достижение Для чего А уже Все Разобрались Ученый Левашов Разобрался Природу Не хотят Читать Не хотят Узнавать То есть Левашов Раскрывает Природу Как происходит Влияние На мозг Людей В этой книге Эффект 25 кадра Объясняет Объясняет Секреты Манипуляции Сознания Человека Путем Влияние На человеческий Мозг В том числе И с помощью Разных Разного рода Генераторов И многое Многое Другое Читайте Уважаемые Слушатели Уже Все Давно Объяснено Вот Когда Понимаешь Эти все Механизмы Как Это Работает Тогда Есть Возможность И Обосновать И Объяснить Вот эти Факты Фальсификации Уже С точки Зрения Науки На этом Я бы хотел Закончить Спасибо Перейдем Вопросы